Мир физики элементарных частиц сложен для понимания. Поэтому прежде чем мы обсудим, что за резервуар с водой был построен, и как именно он может изменить физику, давайте разберемся, как устроен мир лилипутов. Итак, мы живем в макромире. Это мир больших расстояний и предметов. А современная физика высоких энергий имеет дело с микромиром. С масштабами меньше атома. Если бы мы были жителями микромира, то эти масштабы трудно было бы себе представить. Например, протон составил бы 0,84 фемтометра, или 1 триллионный миллиметр. Однако протон состоит из более мелких частиц, трех кварков. Из кварков также состоит значительная часть и других элементарных частиц. Эти мелкие частицы, в свою очередь, обмениваются между собой еще более мелкими частицами, называемыми глюонами. Но это далеко не предел. Следующее взаимодействие – это электромагнитные волны или свет. Осуществляется за счет обмена элементарными частицами, называемыми фотонами. Третий тип взаимодействия, с которыми имеет дело физика микромира – это нейтрино. На нем мы и сосредоточимся. Нейтрино – это нейтральная фундаментальная частица, которая участвует только в слабом гравитационном взаимодействии. Нейтрино – это по-настоящему чудо. Если вы посмотрите на свою ладонь, то помните, что через нее ежесекундно пролетает триллион нейтрино, испущенных Солнцем. И можно не прятать руку – это не поможет. Дело в том, что нейтрино – настолько крошечные частицы, что могут позволить себе суперсилу – не взаимодействовать с атомами, в том числе входящими в состав человека – HCO. Хотя, если бы человек состоял полностью из хлора, то последовала бы хоть какая-то реакция. Но, похоже, человеку из хлора было бы все равно. Да, нейтрино с легкостью пройдут и сквозь ваше тело, и сквозь стену, и сквозь всю нашу планету, и даже сквозь слой свинца толщиной в один световой год. Элемент нейтрино в сто раз меньше кварка, или в миллиард раз меньше протона, или в десять септилионов раз меньше тираннозавра. Почти во столько же раз сам тираннозавр меньше всей обозримой Вселенной. Точнее, был меньше, пока не вымер. Если увеличить нейтрино так, чтобы он был размером с апельсин, то даже протон будет в десять раз больше Земли. А что нам известно о нейтрино, кроме размера? До недавнего времени было вообще непонятно, есть ли у него масса. В последние годы стало ясно, что есть, но очень маленькая. Ее точное значение неизвестно до сих пор. А имеющиеся оценки, в общем, сводятся к тому, что нейтрино примерно на десять порядков легче протона. Для наглядности, это как вес кузнечика, около одного грамма, и современного атомного авианосца, около ста тысяч тонн. Да, нейтрино очень малы, их очень трудно обнаружить, потому что они очень слабо взаимодействуют с другими элементарными частицами. Для того, чтобы поймать нейтрино, нужно не только мощное оборудование, но и условия. Особенностью всех современных нейтрийных телескопов являются меры, направленные на экранирование аппаратуры от всех посторонних частиц. Из-за крошечных размеров нейтрино засекается детекторами очень редко. Ведь любой посторонний шум от космических или земных частиц их непременно заглушит. Поэтому стандартное размещение нейтрийной обсерватории это шахта или, в некоторых случаях, под водой, чтобы вышележащая толща блокировала ненужное излучение. Эта толща тоже тщательно подбирается. Горные породы, например, должны быть как можно менее радиоактивными. Граниты и глина также не подойдут. Хорошее место для детектора – шахта в толще чистого известняка. Таких мест немного, но они есть. Одно из них находится в Японии. Емкость объемом 3000 тонн размещена в шахте Мазуми в центральной части острова Хонсю. Проект назвали Камиканды в честь небольшого города Камиока, неподалеку от шахты. Проект представляет из себя огромный нейтрийный детектор. Предназначен для поиска гипотетического распада протона, изучения нейтрино, а также регистрации нейтрийных вспышек сверхновых. Детектор Супер Камиканды представляет собой резервуар из нержавеющей стали в форме цилиндра высотой 41 метр и диаметр основания 39 метров, заполненный 50 тысячами тонн специально очищенной воды. На стенах резервуара также размещены 11146 фотоумножителей. Это чрезвычайно светочувствительные приборы. При попадании на их поверхность даже одного кванта света они генерируют электрический импульс, который затем обрабатывает специальная электронная система. Также детектор оснащен огромным количеством электроники, компьютеров, калибровочных устройств и оборудованием для очистки воды. Установка набирала статистику с 1996 года. И уже через 2,5 года эффект дефицита меонных нейтрино подтвердили. Расчеты указывали на то, что эти частицы превращаются друг в друга с определенной вероятностью. А это возможно только если у них есть масса. Если это так, то представление о физике Вселенной и ее происхождении может сильно измениться. Почему? Потому что сегодня считается, что Вселенная состоит из 4% барионов. Барионы – это семейство элементарных частиц, состоящих из 3 и 5 кварков, названных пентакварками. Сегодня также считается, что в часть Вселенной также входит примерно 23% темной материи. Темная материя – гипотетическая форма материи, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением и не испускает его, а проявляет себя только гравитационным воздействием. Прямых доказательств существования темной материи в настоящее время нет, но косвенных множество. И, наконец, Вселенная имеет 73% темной энергии, еще более непонятной субстанции. Это гипотетическая форма энергии, равномерно заполняющая все пространство Вселенной и проявляющаяся в антигравитации, то есть гравитации, отталкивающей, а не притягивающей массивные тела. И это при условии, что стандартная модель, которая практически описывает все явления физики элементарных частиц, за исключением некоторых, утверждает, что масса нейтрина нулевая. Но новое исследование показало, что у нейтрина есть масса, и она не нулевая, а значит, активно взаимодействует с другими частицами во Вселенной. Но как именно? Выдающийся ученый Бруно Пантекорво выдвинул гипотезу об осцилляциях нейтрина, или, другими словами, превращение нейтрина в нейтрина другого сорта, или же в анти-нейтрина. Он предположил, что во время своего распространения в пространстве нейтрина могут переходить из одного типа в другой. К примеру, допустим, что из какого-то источника вылетает электронная нейтрина, пролетает некоторое расстояние и переходит в мионная нейтрина, затем летит дальше и переходит вновь в электронный тип и так далее. Период превращения одного типа нейтрина в другой связан с энергией нейтрина и разницей квадратом массы. То есть, должно выполняться условие, что хотя бы одна масса должна быть не нулевая. Сегодня детекторы, что регистрируют осцилляции нейтрина, регистрируют и так называемые геонетрины, которые рождаются в результате распада радиоактивных изотопов коре и мантии Земли. Да, именно таким образом мы стали наблюдать, как нейтрина активно взаимодействует с другими частицами, о которых мы даже и не догадывались. По сути, перед нами формируется новая наука – нейтринная геофизика. О естественном ядерном реакторе в ядре Земли. А это значит, что мы, вероятно, найдем новые подходы для понимания механизма того, что происходит, к примеру, с извержением вулканов или образованием магмы. Может быть, это некий путь к дальнейшим прогнозированиям землетрясений. Следует также отметить, что начинается процесс использования нейтринных детекторов в практических целях. И самое главное – изучение нейтрина позволяет нам понять не только физические процессы внутри Солнца, но и определить его время жизни, а затем жизни нашей системы, галактики и всей Вселенной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА